хе-хе-хе друзья добро пожаловать на очередной урок по Vectail самый лучший CMS в нашей солнечной системе и сегодня мы рассмотрим как кастомизировать streamfield как в интерфейсе администратора так и на страницах и сейчас как видите на наших на нашей странице streamfield у нас нет особо особого контроля над тем как мы отображаем какие-то блоки например блок картинки блоге картинки у нас картинка отображается полный размер тогда как вот это блок встроенного видео отображается вот таким вот маленьким маленьким айфреймом как же нам это исправить кроме этого как мы можем редактировать как мы можем управлять тем как отображаются те или иные блоки у нас в интерфейсе администратор сегодня мы будем говорить именно об этом и первое чтобы я хотел вам показать это как мы можем управлять тем как отображаются какие-то блоки в интерфейсе администратора давайте начнем пожалуй с того что мы можем достаточно легко контролировать сколько блоков мы хотим чтобы было на нашей странице например здесь мы сейчас мы можем добавить столько блоков сколько сколько захотим бесконечное количество блоков на эту страницу если это вас устраивает если вы строите страницу которая которая будет работать именно с бесконечным числом блоков то пожалуйста но иногда мы хотим все таки ограничить количество тех или иных блоков на нашей странице и мы это можем сделать очень просто с помощью просто-напросто добавив в сюда в стримфилд вот такую вот такую настройку мы добавляем одну секунду я исправлю отступы мы добавляем вот такую настройку которая называется блок каунст то есть количество блоков она представляет собой словарь в питоне и здесь мы у каждого для каждого блока можем указать сколько мы хотим максимальное или минимальное количество этих блоков на нашей странице например мы хотим чтобы блоков текста у нас минимальное было количество минимальное было количество один а для блоков им же мы хотим чтобы максимальное количество было один давайте сохраним и посмотрим как все это будет работать и так сейчас я только что все сохранил обновляю страницу я сейчас перешел в интерфейс администратора и управляю тем как выглядят мои блоки и хочу добавить какой-то блок как видите у меня уже один им же блок то есть блок для картинки добавлен и поэтому я не могу его добавить тогда как всех остальные все остальные блоки я свободно могу добавлять на свою страницу кроме этого для каждого блока я могу например указать такие параметры сейчас как видите наши блоки имеют достаточно не особо понятные что ли название ртф блок и м же блок youtube блок я могу указать так называемый лейбл для каждого блок например и в этом лейбл я могу указать любой текст даже русский текст например ртф блок у меня будет называться текст сохранить и обновить страницу и как видите теперь этот этот блок называется текст и вот он тут тут тоже называется текст я могу ввести я могу также добавить какие-то пояснения к этому блоку указав help текст help нижнее подчеркивание текст и здесь я могу указать что-то что будет появляться внизу этого блока сейчас я вам это продемонстрирую давайте укажем например укажите описание видите описание сохранить обновить страницу так сервер был перезагружен обновляем страницу и вот у нас блок текст или ртф блок как он у нас называется вот здесь вот появилась такой help текст то есть текст для для помощи нашему автору который будет составлять вот эту вот эту страницу из из блоков также для rich text блок я могу ограничить какие здесь какие вот здесь вот я могу и я хочу разрешить элементы и с помощью с помощью фич из вот так вот это делается фич из представляет собой список и фич из я могу указать что я хочу чтобы было меня представлена в вот здесь вот на этой странице соответственно у меня указаны какие я хочу добавить сюда какие я могу добавить сюда элементы ну предположим я хочу чтобы в моем рич тексте был была возможность добавлять заголовок h1 и h6 кроме этого я хочу возможность чтобы было было добавлять горизонтальную линию горизонтальную линию hr и допустим выбор деталек тоже возьмем то есть я хочу иметь возможность сделать мой текст жирным или курсивом я не хочу давать пользователям возможность добавлять добавлять в рич текст изображения потому что изображение у меня будет представлять отдельный блок или встраивать какие-то видео поэтому вот эту я вот эти два элемента я добавлять не буду так давайте сохраним и посмотрим что будет обновляем страницу и вот сейчас как видите у меня появилась в поле текст то есть поле ртф я могу делать либо текст только жирным либо курсивом либо добавлять заголовки h1 или h6 и добавлять горизонтальную линию но все элементы связанные с картинками с встраиванием видео и там какие-то другие элементы также были по умолчанию все они исчезли такие вещи я могу делать и с полем ртф то есть вот здесь вот у меня есть поле rich text field если мы зайдем сюда то как видите здесь у нас есть тоже много достаточно всяких элементов я могу эти фич из скопировать в наше поле и посмотрим что будет так сервер перезагрузился как видите в актел убрал все картинки потому что изначально я добавил эти картинки сейчас они запрещены в нашем поле и и поэтому их сейчас здесь отобразить нельзя то есть вот таким вот образом я могу управлять тем как тем что же отображать в моем в моем поле rtf rich text field что еще важно я также могу менять стиль иконок для каждого для каждого блока то есть вот эти иконки вот эта иконка вот эта иконка вот эта иконка для того чтобы для того чтобы посмотреть иконки которые доступны по умолчанию в актелл мне необходимо перейти в base . пивай и здесь добавить вот такой вот вот такой вот приложение в актел . контрит . стал гид давайте сохранимся наш сервер успешно перезапустился и теперь 1 допустим опубликовать то есть мы обновим страницу если сейчас мы зайдем в настройки у нас появился вот такой вот пункт гид по стилям и здесь очень много всякой информации как мы можем менять какие-то стиле какие-то цвета и так далее и так далее интерфейс администратора может быть мы потом остановимся на нем подробнее вот в самом низу у нас есть список иконок и допустим я хочу чтобы на стрим филд на допустим филд которая называется вот здесь вот у меня и вот здесь вот допустим youtube блок чтобы здесь у меня было не вот такая вот не значок такого плеера а допустим чтобы у меня было ну например вот такая галочка я могу скопировать вот это название этой иконки перейти в код и далее youtube блок и здесь я могу добавить айкон равно и название иконки которая мне понравилась сохранить сервер перезагрузился обновляю страницу и здесь как видите иконка напротив youtube блок сразу поменялось то есть вот каким образом мы можем легко кастомизировать добавление стрим филд блоков в нашем интерфейсе администратора мы можем ограничить число тех или иных блоков на нашей странице мы можем менять иконки мы можем назвать менять название блоков мы можем добавлять какой-то текст для наших редакторов в rich text field мы можем также указывать какие элементы нам следует разрешить вводить в rich text какие нет и теперь давайте немного поговорим о том как мы можем кастомизировать наш rich text на в наших шаблонах это делается очень просто для каждого индивидуального блока мы можем определить отдельный шаблон и давайте сделаем это следующим образом давайте зайдем в папку век project далее темплейт наши шаблоны и создадим здесь папку blocks в папке blocks у нас будут находиться все шаблоны для блоков и давайте создадим новый шаблон для например нашего блока картинки допустим допустим я назову img-блок этот файл img-блок .html и здесь для того чтобы создать для того чтобы создать какое-то отображение нашего блока картинки мне во первых необходимо так же как и на веб страницах если я буду работать с картинками с вектл картинками мне сперва необходимо загрузить теги для работы с картинками это делается с помощью команды load и вектл images в одно слово нижнее подчеркивание tags и теперь я могу достаточно легко работать со своими картинками то есть в данный момент у меня блок img-блок имеет одну единственную картинку то есть как как я могу отображать картинку здесь с помощью так же как и в шаблоне который мы рассматривали до этого в шаблоне homepage то есть я пишу image и далее self self это непосредственно значение моего блока и здесь я могу например указать fill 500 x 500 то есть я хочу чтобы мою картинку из моей картинки был создан квадрат размером 500 на 500 на самом деле давайте укажем не квадрата предположим 200 на 500 то есть такой получится прямоугольник теперь как же подключить вот этот блок к нашему то есть как же подключить вот этот шаблон к нашему к нашему блоку для этого мы идем уже в модель и здесь у блока вот у img-блока я могу указать где брать шаблон для этого img-блока template равно и по умолчанию опять же в если вы знакомы с джангу то для вас все будет понятно я указываю blocks и дальше название моего шаблона в данном случае img-блок img-блок точка html img-блок img-блок html сохраняю обновляю и сейчас вот эта картинка она обрежется и станет и станет и будет отображаться исходя из вот этого шаблона давайте обновим нашу страницу и вот как я и как я и обещал наша картинка была обрезана и и отобразилась согласно вот этому шаблону но как я показывал уже в предыдущем видео про работу с картинками в wagtail дальше вы можете сделать в этом шаблоне все что угодно вы можете добавить какие-то дополнительные теги вы можете создать ссылки на картинки в общем дальше все ограничено лишь вашей фантазией аналогичным образом я также могу менять блок имбед но для блога имбед у меня не так много я например мне не так легко поменять ширину вот этого блока на самом деле для для встраивания для встраивания тех или иных видео на на сайт проще воспользоваться просто блоком для ссылки url и далее просто создать определенный шаблон и в этом шаблоне указывать создать собственный айфрейм написать код для этого айфрейма и подставить ссылку из из блока в этот айфрейм и так ну на этом все не хочу делать это видео слишком длинным и так уже перевалили за 15 минут ну и на следующем уроке я вам покажу как и обещал как создавать собственные блоки в эктейл и спасибо за внимание